Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Родион Сергей Иванович, у вас есть руководитель Гомонюк, он мне в письме написал, что он очень хочет со мной сотрудничать, но я вижу, что вы не хотите со мной сотрудничать, правильно? Я вас вижу второй раз в жизни. Я понял, я понял, так я вас представил, я могу вам это письмо предоставить, я хотел бы просто поинтересоваться, что именно по вашему мнению нарушило данный водитель. Есть инспектор, он провел усмотрение дела и все объяснил. А вы знаете, что он нам нарушил? Нарушение пункта правил 873З. Это типа на красный свет она проехала или что? Нет, это не красный. А что это такое? Ну вы же водитель, вы же бездне знают. Ну я пункты не знаю, я знаю правила дорожного движения. Ну вы близко были возле этого пункта. А что? Негорящая дополнительная секция. Ну? Знаете есть такая. Ну вот на нее проехала. Тогда получается, подождите, она что проехала, что она нарушила? На негорящую дополнительную секцию. А что, если она... Случила поворот. А если она не горит, туда нельзя поворачивать или что? Ну мы не знали, разве. Ну на зеленый свет можно поворачивать? Ну здесь вот перекресток. Вы же знаете, направо горит стрелка. Да, да, да. Когда она горит, можно поворачивать направо, правильно? Подождите, а зеленый свет горел? На основном свете горел зеленый свет? Не, подождите. На основном свете горел зеленый свет? Посмотрите, пожалуйста, правила. Ну я спрашиваю, на зеленом. Я вам объясняю. Товарищ полицейский. Идите, посмотрите, как работает светофор. А может, мы с вами вместе пройдем? Я вам просто покажу, что вы не правы. Я только что видел, как он работает, этот светофор. После этого стоили сразу в этом. Почему вы не правы? У нас же не один такой перекресток. Простите, товарищ полицейский, то дополнительная секция светофора. Правильно я понимаю? На основном светофоре какой свет горел? Переключился сначала горит секция. После этого, когда тухнет секция, загорается основной зеленый. Зеленый горел на основном, да? Естественно. Можно я вам просто покажу, что вы не правы в данной ситуации? Ну, я вам объясню на месте. Ну, давайте. Можем пройтись? Ну, говорите, я вас слушаю. Ну, потому что на основном зеленом свете, да, в данном случае должна быть секция была только прямо и налево. А там, говорит, там секции нету на основном. Тогда, получается, повороты можно делать в любом направлении. Нет, вы не правы. Я прав. На стрелочке, которая дополнительная, указано даже на направление движения, только направо. Ну, так в чем проблема? Ну, на то дополнительно. А на основном, говорил, зеленый. Ну. Чтобы нельзя было основного поворачивать направо, там должна... Я понял, ну, я вижу, что мы встретимся, наверное, скорее всего, даже не в суде, но сюда это дело не дойдет. Пожалуйста, ваше право. Я понял. Можно ваше постерение? Пожалуйста, давайте проживайте. Вы эти цирки постоянно поустраиваете? Нет, цирки не я устраиваю. Видите сотрудничество? Я цирки не устраиваю. Ну, вы просто не правы, понимаете, в данной ситуации на 100%. Вы идете в суд, когда не правы? А? Идет человек в суд, когда считает, что он монетирует. Не, ну, подождите, знаете, вот. Когда полицейские были неправы, да, я уже полтора года, уже, как бы, я доказал, ну, полтора года еще дело не закрыто, что я был прав, полицейские были неправы. По поводу моего постановления. Вы, сейчас, читаю. Вы носили на вас постанову за то, что 35-60-2016 год, о 9-й године, 69 хвилин, в городе Житомире, водители проезжают на перехрессию, майдан Перемойка, в улице Перемори, на объемственной сигнал досковой секции, что защищает РУК. Вы лучше сняли, как вы по тротуару. Вот, говорит полицейский, что я нарушаю, что я двигаюсь по тротуару, езжу, вот так ты припакованный моего автомобиля. Ну, не знаю, где нарушили, из-за поместа Гастиянка. Получив контракт 8-30. Я припортувался. По тротуару можно ездить. Для пакетина. Да, 2 метра ездить. Да, 2 метра ездить. Да, 2 метра ездить, да. Да, 2 метра ездить, кто же заездить. 2 метра ездить. То есть, все равно ехали по тротуару. Давайте выпишем постановления. А у вас есть здесь правила, так ли у вас есть. Можете мне показать? Отлично, так, я вам уже зачитаю. Вы имеете 10 годов на уровне данного решения. Но если вы наносите 15 дней, то сумма подводится по данным решениям. Вам або оскаржите, або сплотите. Вы Ahhh. Я обрисуюсь, а онаICА ses право только в суде оскаржить? Не понял. Вы же не сказал что водяне. Вы же сказали, что в суде есть только в суде? А у вас есть видеодоказы, да? А можно с ним ознайомиться? Я ее надавал в доказательство. Что вы так все это насыпаете? Не вас же штрафуют, что вы влезете не в свое дело. Я проявляю свою громадскую позицию. Вообще, вам не фунт права, вам ничего не говорить, правильно? Я что, его за руки тяную или что? Вопрос за вопросом, вопрос за вопросом. Я спрашиваю ее. Я могу спросить? Вы ее спрашиваете? Что вы ее спрашиваете? То, что инспектор не объяснил. Ну так у ее нет доказательств. Я спросил у инспектора, или может он подоставить видеодоказательства. Что я могу ее спросить? Что она мне нарисует или что? Я спросил, или можно ознакомиться? Нельзя, все не надо. Мы же показали видео. Я спросил, я могу свое интересы проявить? Спросил, можно ознакомиться? Он сказал, нет. Можно, нет. Так я не кричу. Вы говорите, что я сумму это вот. Вопрос на вопрос. Как будто мы на ком-то, я не знаю, допросе. Да нет, допросе вы еще пока. Ну скоро там будете все. Ну конечно, потихонечку мы туда вас отправляем. И вы там будете. Это не угроза, понимаете? Если полицейский действует по закону, он там не будет. То есть он нарушает закон. Так я же не говорю, что вы что-то нарушили. Ну вы нарушили. Вы сказали, что мы скоро там будем. Смотрите, вы сейчас неправомерно выйдете по закону. Вы даже не видели факты правонарушения. Я так и знаю за тот светлофор. Вы что сказали? Что она повернула на дополнительную, на не горящую, дополнительную секцию светлофора. И ваш коллега сказал, что она повернула на запрещающий сигнал светлофора. Что вы написали в постановлении? Что вы написали в постановлении? Нет, она ничего не выдала. Вы дайте копию, да. На вымкненный сигнал дозвуковой секции, что заброняет руку в направлении вказанной стрелке. Право-оруч. Я зрозумею. Все, ну в этом будем спаривать. Дайте копию, чтобы вы могли спорить. Утримайте копию по закону. Да. Подожди, подожди, подожди. Видите, вы знакомые тут. Я зрозумею. А можно мы еще подамо уяснение? Письмовое? Ну да. Или лучше там сразу, ну в управлении, да? Как вы скажете. Может я вам уже зараз бланк арбузный. Ну это смысла нету, потому что уже рассмотрение дела было, уже постановление вынесло. Мы его добавим. А смысла вы этого добавите? Да, оно будет прикреплено. А с этого легче не будет? Это чтобы был бы протокол другой делал. Протокол придется на суд. А постановление уже все, ну. Принесем даже это пояснение в суд. Так мы ж будем подавать, а не вы. Как говорится, мы принесем вот пояснение водителя. Так мы его сами прийти. Может еще ваше достерение, потому что вы нарушаете закон параносельную полицию? Покойно. Водителю было показано. Да не, не, не. И мое также. Я хочу увидеть. Ну вы не нарушаете закон параносельной полиции, а ваш коллега нарушает. Он просто хотел бы вывести достерение. Он же проводил рассмотрение дела. Да я не про это говорю. Он нарушает сейчас статью дотатую пункт 3. Закон параносельной полиции. Просто вы об этом не знаете. Каждый должен нести за свои правонарушения, правильно? Теперь вы хочешь на земле спелковатись, правильно? Нет, просто хочу уважать до свидетелей, потому что вы сейчас нарушаете закон о правонарушенном полиции. Какой? Почему я нарушаю? Ну, потому что у вас нет нагрудного значка. Согласен. Выбачаюсь, выбачаюсь. Нет, ну, тут же, знаете, вот. Должен быть наказанным. Ну, а как это делать? Даже должен быть наказанным за правонарушения. Естественно. Вот видите, вот этого плюша, вы не боитесь, что его снимают на камеру? Нет, пожалуйста. Потому что от этого никому никого не жарко. С места Андрей Вячеславович. Испектора роты номер 3 Патрион УПП. Я говорю, что спасибо вам. Ладно, все, мы с вами. Не думаю, встретимся в управлении даже еще. Все, хорошо. Все, счастливо. Ну, вы тоже обращайтесь.